Обратите внимание, Шольц уже хочет с ним говорить, с Путиным. О чем он с ним хочет говорить? Ну, понятно, не о том, что он будет там что-то просить у него и так далее. Он будет говорить с ним о том, как позволить Путину, сохранив лицо, уйти из Украины. Другого варианта разговора даже нет. О чем еще разговаривать? И Путин хочет разговаривать. Сегодня Песков заявил, что да, мы готовы в любой момент к разговорам. Конечно, они готовы, потому что песня их спета. Так вот, выборы президента США. 5 ноября 2024 года. Почему я говорю, что это важнейший для конца войны день? Потому что в этот день Соединенные Штаты обретут своего президента. У нас есть два варианта. Вариант первый – Камала Харрис. Я, кстати, склоняюсь к этому варианту, что она станет президентом. Могу ли я ошибиться? Могу. Сразу говорю, могу ошибиться. Склоняюсь к тому, что Камала Харрис. Какие есть два варианта у Камалы Харрис? Первый – также по чайной ложке помогать Украине. Это худший вариант. И второй – сделать прорыв. Это лучший вариант. Варианта не помогать, варианта уменьшить помощь у Камалы Харрис нет. Поэтому хуже нам не будет. Первое. Второй вариант – Дональд Трамп. Два варианта. Вариант первый. Фактически озвученный, если он станет президентом, его госсекретарем, Вэнсом. Что сказал Вэнс? Значит, вообще давайте не отталкиваться от Вэнса. Как я себе представляю первый вариант. Трамп, который пообещал решить исход войны за 24 часа, звонит Путину и звонит Зеленскому. Плюс-минус предложение к Путину будет следующее. Вы оставляете себе, как я понимаю, вы оставляете себе Донбасс и Крым. Уходите с Запорожской и Херсонской области. Украина уходит с Курской области. Украина в НАТО, мы снимаем санкции и разбежались. То же самое она звучит Зеленскому. Значит, если Путин скажет, нет, мне это не нравится, будучи бизнесменом, который всегда очень жестко вел переговоры по бизнесу, а это сделка. Трамп, бизнесмен, коммерс. Он всё оценивает всегда как сделку. Так устроены большие и малые бизнесмены. Сделка. А что такое сделка? Сделка это, вот когда есть две стороны, для того, чтобы добиться результата, ты идёшь на компромисс и ты идёшь на компромисс. Это называется сделка. А, ты не готов идти на компромисс? Погнали. Это первый вариант Трампа. Второй вариант Трампа. Трамп захочет показать, что он не боится Путина. Все же рассказывали, что он агент КГБ, что он боится Путина. Трамп захочет показать, что вообще он чихал на всё это. Скажет, выметайся из Украины. Не то я обвалю цены на нефть, введу мощнейшие санкции и дам Украине всё, что она захочет. Всё, что сможет переварить, всё дам. Поэтому вот такие два варианта нас ожидают при Трампе. В любом случае, к чему я веду? Я веду к тому, что 5 ноября, исторический день, после которого быстро, стремительно, война пойдёт к своему окончанию. И когда я говорю, что война, горячая фаза войны, во всяком случае, завершится до конца года, я это говорю не для того, чтобы меня больше смотрели или лайки набрать. Мне это глубоко безразлично. Не, мне нравится, когда меня смотрят, конечно. Лайки мне глубоко безразличны. Я это, мало того, я же понимаю, что если я ошибусь, все будут улюлюкать в мой адрес просто. Но, поскольку я имею знания, информацию, которую не имеют другие, поскольку я анализирую информацию, которую я получаю из разных источников в режиме нон-стоп постоянно, я и сказал то, что я сказал. Я настаиваю на том, что я сказал. Я считаю, что война, именно горячая фаза войны, завершится в этом году. Ну, смотрите, если она завершится на месяц позже, ну, не обессудьте. Ну, речь идет все равно об этом году. Ну, то есть, речь идет о ближайшем времени. И, конечно, все наблюдаем за событиями, обязательно вернемся к этой теме. О событиях, Наташа, в чем интересная история сейчас, ситуация интересная, в том, что события, знаете, это как гнойник, когда гной накапливается, вот кто из нас не знает, что такое зубная боль, да? Вот накапливается, 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 ты уже и там компрессы, ты уже и уколы, все равно надо зуб вырывать, другого не прокалывать, нарывы вырывать зуб, другого варианта нет. И когда ты уже у тебя все, ты все равно идешь к врачу, он вырывает зуб, то есть события быстро разворачиваются. Вот так будут разворачиваться события по российско-украинской войне. Из которых, смею вас уверить, мы выйдем победителями, по-любому. Потому что никогда это зло не может одержать победу. Никогда. Зло может побеждать в краткосрочной перспективе, что и происходит сейчас. Никогда на далекой дистанции, на дальние дистанции, на годы, да, никогда зло победить не может. Это исключено. Тим, а вы думали, что будет после войны? Понимаете, ведь происходят процессы очень интересные. Мне интересно просто представить. С одной стороны, мы видим, как изменилась страна. Она очень сильно изменилась. И даже в программе у Соловьева уже Ахметова называют бандеровцем, фашистом и прочее, прочее, что большой бизнес, это тоже уже вообще другие люди, которые оказались достойны своей страны. С другой стороны, мы видим какие-то процессы в гуманитарной области, там, я не знаю, там, мовные патрули, я не знаю, желание, так сказать, снести памятник Высоцкому в Одессе или памятник Ильфу Петрову. Вот как это будет все после войны? Смотрите, идиотов хватает и во время войны, к сожалению, которые вместо того, чтобы помогать фронту, чем могут, занимаются снесением памятнику гордости Одессы Ильфу и Петрову. Ну, кто это додумался до такого? Я когда слышу, снести памятник Ильфу и Петрову. Ильф и Петрову – это Одесса. Снести памятник Жванецкому. Да, Жванецкий – это Одесса. Это человек, который прославил нашу Одессу, который жил в Одессе. А Бабель? Бабель. Кем бы он ни был, Бабель прославил Одессу. Это символ Одессы и гордость. Ну, дебилы какие-то. Ну, честно, вот кто хочет эти памятники убрать из Одессы – это дебилы, чистые. Я всегда же называю вещи своими именами. Я не люблю дебилов, которые еще, многие из них, по заданию ФСБ, вот так вот сталкивают все эти годы украинцев лбами. По мовным признакам, по памятникам, почему-то лишь бы столкнуть. Это они делают или потому что идиоты, или потому что действуют по заказу России. Других вариантов просто нет. Нет других вариантов. Вам сейчас, когда идет война, вам очень важно, стоит Бабель в Одессе, памятник или не стоит. Что бы у вас, сука, так стояло, как вы хотите снять Бабеля? Я сейчас не об этом. Я о том, что после победы, конечно, нам будет и легко, и нелегко. И те, кто думают, что вот мы победим и начнется прекрасная жизнь, но я хочу тоже как-то немножко освежить эти мысли, потому что хорошей жизни сразу не будет. Да, я плюсы скажу. Плюс это то, что в Украину начнут вкладывать огромные деньги. Сюда зайдет мощный бизнес. Я вам скажу больше, я это твердо знаю, это не мои фантазии, на Западе крупнейшие компании стоят в очереди за то, чтобы инвестировать в Украину. Потому что непаханное поле, потому что после победы Украина это мечта для любого инвестора. Вложить деньги. Тут будет расти все. Не только потому, что лучше в мире чернозем, а потому что после войны всегда, куда ты вложишь, всегда будет расти. Плюс мы же идем в Евросоюз и в НАТО. Значит, все законы будут приведены к нормам, к процессуальным нормам этих двух уважаемых организаций. И значит, здесь можно будет вести нормально бизнес цивилизованно. Здесь суды будут судить по-честному, как принято в Европе. То есть, это огромный плюс инвестиций. Конечно, будет оживление бизнес-климата. Конечно, будут возвращаться люди. Я уверен в этом. Как только здесь начнется рост, люди будут возвращаться. Потому что Украина Богом данная страна для любого нормального человека. Потому что это счастье быть украинцем и здесь жить. Еще плюсы. Ну, откроется весь мир для украинцев. Украинец будет звучать гордо. Ну, что вы. Это новая веха в истории будет. Минусы теперь. После любой войны всегда рост преступности. Хотим мы этого, не хотим ли этого. Огромное количество оружия на руках. То есть, не буду открывать каких-то секретов, но скажу вам, что у нас в Украине огромное количество схронов уже есть. Люди для себя делают схроны на всякий случай и так далее. Оружия очень, очень, очень много. И, конечно, желающих применить это оружие тоже будет хватать. Его уже в 2014 году было много, как мы знаем, после вот первой этой... Ну, это были цветочки. Как сказал мне один генерал полиции, он сказал, я так и вижу, дроны будут влетать в форточки. То есть, если раньше для устранения политических противников или конкурентов или бизнесменов использовали снайперов, которые сидели где-то на крышах в 90-е годы и стреляли в лоб своим, тем, кому их... тем, кого им заказали, то теперь огромное количество украинцев знает, как управлять FPV-дронами и запускать в форточки, условно говоря, FPV-дроны, это милое дело. Зачем снайперам работать? Хотя и снайперам работа будет. Поэтому рост присутности минус, политическая сука-возня минус, это, слава Богу, сейчас во время войны все эти воры, которые хотят прорваться всегда к власти для того, чтобы воровать, сидят тихо. А как только война закончится и как только начнется опять политическая жизнь, они все вспомнят старое. Они снова будут рваться к власти, будут рассказывать, как они героически сражались на фронтах за свободу Украины. Опять эта русская агентура полезет. Страшное дело. Чмошники эти опять все оживут и новые появятся. Восставшие из ада. И из ада, и из зада. Да, восставшие все полезут. Поэтому это тоже минус, это будет раскачивать обстановку в стране, это будет мешать нам идти к нормальной жизни. Но есть обнадеживающий момент, мы все это преодолеем, мы все это вырулим оттуда, все будет хорошо. Главное сейчас думать только об одном и делать все для одного, только для победы. Все остальное придет. Тем более, что вы говорите, что она довольно скоро, она уже приближается, поэтому я думаю, что очень многие вообще к вашим словам относятся, уповают на них, потому что действительно люди очень устали. У людей такой уровень горя, потерь и всего остального, что когда, я постоянно слышу вокруг, а вот Гордон сказал, что война скоро закончится. Наташа, это правда? Я говорю, ну если Гордон говорит, значит он знает, о чем он говорит. Я вам скажу, я клянусь, я в это абсолютно верю. Вот просто верю, я ни секунды не сомневаюсь в этом, потому что опять-таки самое главное, что мы имеем, это информация. Это всегда самое главное. Информация, которая помогает что-то сделать, чего-то избежать и так далее. Информация, когда она есть, ты на коне. Вот информация из разных, повторяю, источников, я называю их даже, я же не стесняюсь это делать, это открытые источники, украинские, российские и западные открытые источники, а там очень много есть, кстати, в открытых источниках. Надо только связывать разные вещи и думать. То есть это называется анализ. Дальше это неофициальные закрытые источники украинские, ну, самые топ источники, выше не бывает ничего. И это западные источники, американские, британские, немецкие, французские, польские, тоже очень высокие источники, первые, вторые, третьи лица и так далее. Плюс источники источников. Это тоже очень важно. Поэтому, когда ты все это имеешь, анализируешь, перемалываешь внутри и думаешь об этом постоянно, даже во сне, вырисовывается картинка, о которой я и говорю. Тима, а что будет с шакальным экспрессом после войны? Их опять кто-нибудь наймет на работу? А что такое шакальный экспресс? Ну, все эти люди, которые торговали ненавистью, которые раскачивали ситуацию в медиа, которые там рвали репутации порядочных людей, ну, например, там рассказывали, что там Смешко должен был быть гауляйтером или еще что-нибудь в этом роде, понимаете? Вот, что будет с этими людьми? Наташа, я вам скажу так, все получат по заслугам. Все. Кто-то в судах, кто-то не в судах. Получат по заслугам все. Кого-то посадят, кого-то посадят надолго, кто-то убежит. Вы что думаете, когда близко будет дело к концу войны, и понятно будет, что Украина побеждает. Вы знаете, сколько людей отсюда сдрыснет? Сколько русской агентуры здесь еще сидит? Вот и посмотрим, кто сбежит. Да, они, слушайте, они постоянно сбегают. Вы знаете, я вам хочу сказать, моя любимая тема, просто потому, что знаю много, вот беда с этими знаниями. Моя любимая тема, российская агентура в украинской власти. Я вам скажу, когда, вы знаете, я слежу за истерикой в российских телеграм-каналах. Это очень интересно. Вот у них истерика, как это так, Андрей Деркач, который был более 20 лет депутатом Верховной Рады Украины, который возглавлял энергоатом, понимаете, что такое энергоатом, который был медиамагнатом, у него был свой телеканал эра, на первой кнопке выходил, значит, радиоэра, газеты там какие-то, который был негласным хозяином Сумской области, приграничной замечусь, с Россией. Ну да. Как это так, они недоумевают, тупые русские телеграм-каналы, что этот Андрей Деркач теперь заседает в Совете Федерации России, представляет Астраханскую область. Что это такое, что это происходит? Они идиоты, они не понимают главного. Андрей Деркач это часть России, это не просто какой-то агент ФСБ, это ФСБ, это очень важно, это не просто завербованный кем-то потенциальный или нынешний руководитель какой-то сферы в Украине, нет, это и есть ФСБ, поэтому его командировали в Украину. Здесь их много очень было, Дима, развел один такой. Я пример разбираю, его командировали в Украину работать, организация, корпорация ФСБ отправила его в командировку, он отработал, вернулся назад, и теперь он сенатор в Совете Федерации России, то есть вот так это надо рассматривать. Я недавно в программе у Даши Системы есть предатели, такие как Балицкий, а есть люди вообще просто командированные, такие как Деркач. Командированные. Я недавно в программе у Даши Счастливой уже не выдержал и назвал цифру. Я сказал, что 8 председателей СБУ Украины являлись агентами или частью России. То есть я достаточно сказал 8, а всему у нас если памятник не изменяет 14. что вы хотите если 8 председателей СБУ работали на Россию? Что вы хотите если у нас президенты работали на Россию некоторые? Если у нас премьер-министры были агентами России? Главы администрации вообще там львиная доля. Главы администрации президента с президентами понятно. Вы имеете ввиду Януковича. А вот кто из премьеров работал на Россию с вашей точки зрения? Ану Азаров? Кто еще? Смотрите а что вы говорите вы имеете ввиду Януковича? А может не только Януковича? А кого еще? Ну мало ли кого я имею ввиду. Пусть официально власть когда об этом кажется я догадываюсь а все равно власть об этом объявит потому что у нас сегодня блестяще работает служба безопасности Украины по другому самому Василя Васильевича Малюка блестяще они будут показывать еще подождите этих предателей не только предателей а часть ФСБ которая планомерно разваливала Украину